здравствуйте всем кто не видел предыдущие видео хочу продолжить здоровую с теми кто не видел это продолжение следует ну и вообще поздороваться лишний раз не помешает ничего здесь нет без культурного значит хочу вот вам показать еще раз это заставочка свои теперь решение украшения вот думаю как и с чем носить главное куда сидя дома болею коронавирусом если не успокоилась да я это один новый год в общем то у меня будет в этом прекрасный да мы хотя бы живы вот ну и продолжим раз тема обо мне и серебряных на покупку это отодвигаем и показываю все очень просто как приходит серебряные изделия вот так вот они и приходят вы столько еще коробушечки в смысле неизменное купил я такой лотик он тоже считался как лом здесь вот это так какой-то кулончик наверное видите да ну вот тоже шлюпнута проба всем видно да значит крестик такой камешки марказиты тоже него проба да но из этого я думаю тут мне показалось или сейчас я посмотрю проверю вот это и двух по моему камешек не хватает честно скажу я их вытащу не нравится наверное я их вытащу они мне понадобятся в другое место крестик вот останется такими маленькими кулончиками они останутся потому что сейчас мы вам покажу пришло очень много цепочек но это какой-то клочок сережки да значит все это верно потом одна серьга вот такая серьга тоже маркированная что это серебро по всей видимости 2 или вырвалась или что вот видите как бы мне кажется что ты из этой оперы зацепилась и улетела до замки может это замок и этот можно выровнять это можно отправить на кулончик потому что он один второго такого нету здесь это точно его не было и тут очень много цепочек да все цепочки в принципе исправлю из но не как сказать не испорчены я не знаю почему они пошли в лом да вот показывал но вот это из-за медальончик когда что с этим медальончиком случилось ждите свет пошел гулять вот не знаю что там провалилась я очень не понимаю что это за материал такой непонятный видит он как бы провалился как будто бы это лак ну конечно я все это вычищу шалушки посыпались что непонятное да такое что там не знаю и это серебро и на цепочке тоже тут от видите что вот где повреждение сразу этого незаметно нету колечко и это колечко как бы вот так вот должно было крепиться вот припаять вот это надо ну и большинство где где кукла наша так теперь эта цепочка как бы с алмазной обработкой мне кажется и вы знаете сейчас посмотрю тут очень много итальянских вещей до италия там потом еще что то сейчас посмотрим там одно мне очень крепление понравилось я вам покажу здесь только пробы когда и тут пробы ну вот такое дело с такой цепочкой но там можно припаять можно не понять носить так потому что там можно это сделать потом вот такая цепочка тоже серебряная до длинные достаточно длинные не можно просто носить колечко тут это скрепил и все да тоже пробы и вот она по моему сейчас скажу написано что там на ней помимо пробы еще страна производитель написано мне кажется потому что много слов испанская типа спа и написано что эта цепочка испанская она конечно темные и надо почистить ничего потом есть вот такая серьга 1 тоже серебряная штамп стоит как на такую маленькую серьгу можно поставить таки штампу ну и камешек беленький есть вот еще вот такая сережка тоже проволочка цепочка и тоже на ней стоит тоже тут видите сколько ваш несколько сейчас еще по-моему бренд какой-то стоит итальянская сережка нет или еще написано не знаю видите вы или нет навряд ли ну вот первый стоит проба 2 итали вот это колечко красиво с этой стороны с малетиками сделано хорошенькое колечко но кто-то его паял показываем да извините вот вот знаете это называю мастер-пьяница ну в общем понятно да не хватает камешек 1 2 3 бирюзовые камешки бирюза да но даже если этот выцарапать поставить сюда 2 все равно не хватает бутерброд какой-то остался или клей на кольце надо думать но она по размеру конечно серебро по размеру она сюда я с такими камнями кольца не очень люблю у меня была одна очень даже красивая все равно его продала потом вот такая и не я нет да и причем я видела только одно кольцо ну думаю пусть будет знаете что там есть и ну видно да что палец косился 925 проба стоит тоже она не очень большого размера такое да и протертая это все выравнивается но самое что удивительное это я видела для пущего тоже еще одна и и не я не но это такая маленькая печа . тоже серебряная пострадавшая и как как бы вот так ну она такая смешная конечно ну это можно починить это может быть женское кольцо это мужское может быть кто-то так носит знаете символично можно скрутить знаете пробку проволочку и носить вдвоем быть счастливым теперь значит вот крестик да с розовыми камешками крестик тоже серебряный у него тоже видите штампов тут налеплено на крестик и вот такая цепочечка с алмазной обработки цепочка очень очень тоненькая да я ее расстегнула до этого потому что она была такая как бы это сказать перекошенная и немножко вытянула она разровнялась стал ровно она была такая знаете вот так и джих-жих она была почему-то вот крестик был именно на ней хотя по моему мне кажется что для этого крестика цепочка тонковатая хотя видите смотрится красиво цепочечка тоненькая такая приятненькая вот пробы тоже стоит на стоит пробу сейчас посмотрим на замочке вот пробу стоит 925 и еще по-моему здесь и что-то еще написано мне кажется какой-то знак стоит там типа короны что-то и глаза не видит ничего ну конечно вы понимаете вот надо было смотреть правильно вот так вот надо было смотреть как вот я первый раз смотрела и там стоит 925 и написано италии италии мне такие не прочитала я перевернула кверх ногами только тогда смогла смогла прочитать что это и теле в общем понятно кверх ногами мы только умеем читать а так нет вот такая цепочечка да вот брошка здесь написано англия стерлинг сильвер и что-то отсюда потеряли до какой-то или камень или что-то господи ну буду что-то искать чтобы сюда поставить или камень какой-то или вы видели в предыдущем видео там я купила несколько брошек только не овальные но вот что-то типа этого драм будем думать потом вот такой вот замочек стерлинг сильвер и второй такой же вы видите как хорошо но они не одного образца они разные ничего пусть будут он еще один и третий замочек все три раза теперь будем путаться тут то что-то все запутали теперь буду дальше смотреть что у нас есть это все серебряные цепочки как бы так он это был сфотографировано был такой большой пришел такой маленький но это лого понятно да мне здесь вот понравилась вот эта штука смотреть вот это вот куда шлепнуты все пробы вот именно как она сделана она не простым каким-то там таким как бы видите цветочком ну не цветочком а узором значит стоит проба одна здесь и и здесь вот тут нету а вот здесь там стоит проба на этом именно как бы как цветочек и потом значит написано три буквы три буквы сейчас я вам скажу какие я бы подумала что это ббк либо б и что за такое все что за там написано мне так показал что 1 и и 2 б но не знаю я причем это же по моему написано и на кулончике если я не ошибаюсь видите вот на кончик тоже и он тоже промаркирована к на кулончике тоже точно так же стоит проба и подождите может быть на кулончике побольше будет видно хотя все так поставлено смотрим кверх ногами да и видите смотрите когда человек смотрит кверх ногами он видит а когда смотрим кверх ногами у меня все расплывается первое у меня получается и и 2 б что это я не знаю ну вот такая короче цепочечка у нас вышла еще одна потом есть у нас вот такая цепочка вот это мне нравится такая как змейка она очень если сломается то ее практически невозможно починить единственное если налепить ну какой-нибудь или шарик или что-то на то место где спайка знаете поставить вначале шарик загнать сюда вот видите она как вот некрасиво и конечно попробую там есть такая штучка через которую вытягиваешь цепочку так выровнять но если не получится может быть так оставлю вот видите почему я хочу что-то там но видно да вот она не залом такой вот помню залом посмотрим на принципе это цепочка залом на шею поэтому не особо то обидно надо будет смотреть ну тоже такая добротная если какое-то изделие то красиво смотрится потом вот это не сказал еще на производство сейчас я посмотрю так минутку проба тут нету ну такой проба стоит просто на замочке на крышечке нет никаких маркировок теперь есть вот такая цепочка видите она ободрана и вот от нее клочок цепочка такая интересная да и сейчас посмотрим это запчасти имеет смысл восстанавливать или нет имея 925 италия и сейчас я вам покажу что с ней не так вот под лупой видно но вы увидите наверное вот смотрите не знаю видно не видно вот тут два таких звено и зубчика разжатых здесь видите петелька и это надо просто туда ставить вот так вот и потом его зажать не уверена что это будет надежно поэтому посмотрим вторую сторону да все это отремонтировать все это легко кстати цепочка пока мне показалось начали что он такая сложновато и видите такие звенья такая какая-то вот отремонтировать можно легко теперь значит что у меня еще тут есть еще несколько цепочек тонюсенькая такая смотрите тоже такая тонюсенькая совсем-совсем еще тоньше чем вот это вот видите это может быть очень похоже потом посмотрю не буду сейчас вас томить тут ожиданием абсолютно тоненько но у меня еще несколько есть там много вы видели я тоже купила и они оказались серебряные хотя я не знала что они будут серебряные я думаю что и продавецам там было не интересно что они серебряные наверное кто-то не ценит серебро мне кажется уже на земле осталось меньше чем золото поэтому 925 без всяких там опознавательных знаков просто и вот такая цепочка толстенькая тоже толстенькая и тоже 925 тоже италия не знаю видите вы или нет показать вам она вряд ли получится даже через золото поверьте мне что на итальянск так что то у нас здесь итальянская цепочки не одна все здесь почему-то итальянские да у нас любитель итальянских вещей для хозяин теперь смотрите что у меня есть у меня есть две цепочки за последние из этого лота дам вот она запуталась но дело не в этом да вы смотрите какой здоровый замок крабик во вторых тут 925 проба понятно здесь не наштамповано ничего здесь колечко простое но дело в том что есть старая цепочка а у нее нет видите замочка у нее есть тоже штампик трубы и все остальное до проба есть вот этих две цепочки смотрите их рассматриваю ну вот они же очень-очень одинаковые смотрите и плетение такое же и цвет металла такое же и знаете что решила вот это колечко и вот это колечко да они видите не запаянные просто не запаянные значит я со смелостью я все это сфотографирую и вот это колечко одно отсюда уберу вот одно это я конечно могу попросить и мне просто маленькой вот это колечко запаяют но это надо просить это надо там просить я могу сделать проще чтобы не просить брать одно колечко а вот это колечко рожать его и соединить с цепочкой ну и что что в середине цепочек будет вот колечко мало ли я на него кулочек повешивали что-то да вот так вот будет а то колечко которое останется я могу его просто отложить а могу для важности прицепить вот к этой штуке но кстати тоже непаянные вот сюда так вот здесь соединить одним колечком это колечко перенести сюда которая побольше вот это допустим и она будет застегиваться на крабика понимаете что я хочу сделать и у меня получится вот нас а вот это вот ну только поменять местами то вот это вот сюда у меня получится такая длинная цепочка середина цепочка как хорошо будет из двух цепочек я сделаю наверное ее можно будет носить с этим колье но будет путаться конечно я еще подумал и повешу вот этот кулончик это на серебряные изделия но это очень было долго нудно мое рассуждение я понимаю мы продолжим скажите прямо какие-нибудь красоты белье да а еще я может быть подумаю и если мне хватит да у меня вот есть такие шарики видите эти шарики золотые они золотые это точно потому что я их покупала платила они стоили дорого и вот они были на этой цепочки видите вот вы видите какая там цепушечка и я ехала в машине такси кстати и я когда садилась что-то там зацепила за и посмотрите как я порвала цепочку у меня по всей машине рассыпалась вот эти шарики я собираю не знаю все я собрала или нет но это уже не важно но мне разбирал такой смех но она была видите как я не знаю даже как я ее зацепила хотя вот так я могу конечно отремонтировать и эту спаять там и все видите петите шарики они продевались кстати тоже покупала я ее уже по моему в этом доме не ошибаюсь то но вот так вот и все они были одеты на эту цепочку но это же золотая не знаю я что-то решила что мне надо одеть ее другую на серебряную цепочку что-то мне возошло понимаете хотя может быть и не буду смотрю вот так но там такая цепочка тоненькая что мне почему-то показалось что если я еще раз один на ту тоненькую цепочку то я вообще расстанусь со своими шариками ну бывает и то теперь хочу вам показать знаете что вот пожалуйста видите какая мне коробка досталась ну это два лота от моего конда ну вы знаете сто раз говорю не встаю повторяться ау пришел на этот лот с какими-то такими шалутками видите вот что непонятное такое ну я сейчас достану я вам покажу вот это отдельно было вот это шалушки вместе это тоже отдельно это вместе сюда сейчас попробую достать вам все что-то высыпалось вот еще один отдельный сейчас знаете они мне вкинули маленькую вот такую пясточку вот эти вот трухи не знаю зачем хотя она и вот такая коробка без крышки не знаю я на минуту не придираюсь потому что какие то они странные там стали значит было все по-другому но сейчас видно знаете чем люди больше имеют тем больше души джаба наверное или что я не знаю почему они это делают но у них там тонны и все равно все мало какие то тени ну мне не нравится есть несколько вещей которые мне не нравятся вот почему то стали не нравятся а раньше этого не было ну хорошо сейчас мы с вами как я говорила не нравится не бери но я беру и все равно тучу на них хотя в принципе вот я их не понимаю я сейчас объясню почему вот смотрите такой вот браслет у них там вот в этой общей коробке это один вот браслет такой должно быть 4 ряда у меня получилось 3 ну сюда можно поставить что-то или не знаю ли вот это было была коробочка вот это причем пустая видите внутри коробочка мне нравится больше чем снаружи ну это я может быть бусине отдам свои бусина найдет применение хотя она тоже такая прислали мне сам покажу вот такую вот резинку господи господи не знаю правда зачем да сразу мусорник потом была там вот такая вот кулона ну или от чего-то не знаю от чего да видно вот такая штука что это я не знаю очень понятно потом вот такой вот значок тоже какой-то такой значит ожерелье он как бы в этом лоте не было ничего такого я не помню что мне там понадобилось я сейчас вспомню вот такие совушки да какие-то они погрызанные видите их кто-то ел да вот они все это все совы и все равно кто-то там гриз гризли они алюминиевые там потом значит вот такой вот мишка мишка у него тут корона немножко тоже видно лежал где-то джоси кутер вот видите оказывается такая компания есть ну и мишка такой вот мишка хорошая вот значит потом пришло мне сейчас такая коробочка с мусором у меня пришла а в ней еще одна коробочка с мусором все там остаюсь ну и вот такое что-то не знаю что это вообще абсолютно какая-то тут фигня не знаю что это ну показываю еще коробочки еще ноготь мне вот это вот обязательно да здесь люди даже на меня как бы не стесняясь посылают все что им не надо да ну люди же смотрят это они же все эти лоты просматривают они же все там они их не так что не взяли не посмотрели они пересматривают на серебро на золото все достались мне камни да ну камни как бы я покупаю тем более вот эти камни уже эти ладно такие они не знаю что это да ну этот вот красивый но вот эти да они уже как бы обработаны их уже бери и ставь куда-то там хотела брошку такую брошку куда-то да ну видно видите жалко что нету круглого с как они вот они уже готовы в изделии ты берешь ставишь и веселишь и хоть даже обтачивать не надо они обточены они натуральные камни не очень тяжелые вот это есть да потом в этом же лоте еще было вот такое вот ожерелье оно лежало кучкой без особых там так это часть застежки как выяснилось да вот такое я до сих пор не поняла янтарь это настоящие или нет да ну вот эти пусть они осколочки да ну как бы неизвестно мне кажется что это настоящие вот эти осколки или это просто смола и вот это вот так вот было да вот но она как-то не складывается все время даже куда она ускакала прыгала вот и оно такое ну я так просто вам покажу что оно достаточно длинное вот так вот смотрится мне кажется что это эти янтарики маленькие такие осколки натуральные в общем вот такое я его там путала путала распутывала оно было в ужаснейшем состоянии оно вот так вот клочком было сфотографировано вот так оно клочком не пришло и я его уже выделили на кулечек отложила потому что не хотелось чтобы оно еще там путалось сто раз потом значит пришли мне это в этом же лоте рядом лежали вот такие сейчас показываю серги могу вспомнить кто это мне пришел название изделия значит смотрите так вот так вот это одно и такое нету это я так понимаю пугает что ли наверное вот эти есть два тоненькие пластиковые такие одного нету ну просто чтоб лежали да и пришли мне вот такие серьги от них же смотрите ага вот тут нету серьги вот тут есть но тут такие болтающиеся жабы видите но самое что интересно я не знаю насколько эти жабы принадлежат к этим серьгам да видите ну вот эти вот такие смотрите длинные похожи на старинные я бы сказала в общем вот я не знаю видите тут эти пузя ну и конечно это стекло ну вот ну такие жабы вот меня посетили теперь значит к этому лоту относится вот эта коробочка да я это сейчас отодвину немножко прошу чтоб там вот 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 эта коробочка но это не часы хе-хе на сейпе написано значит показываю вот что вот это коробочка вот оно было так свалено там не было видно что видно что то что есть вещи я допустим сразу четко и ясно поняла что вот это запонки с этим с горчицей да вот такие запонки по-моему новые не ношеные но вот тут вот вот обтрепалась может быть по как бы не знаю потом значит колечко только у меня колечко из камешка это камешек оказался я думала пластик но вот это я не знаю да кто это и вот это я тоже не знаю но я я думала что это камешек но потом посмотрю вот по моему пластик есть одна вот такая серьга вот еще камешек потому что серьга абсолютно бесполезная потом такая серьга с кучей маленьких камешек и вот такая вся облёрганная тоже вот еще камешки ну потому что видите никому это ничего не надо две вот такие ну у меня есть человек который играет в море воров и вот ему вот эти вот скелеты это ему будет очень счастье я ему отдам он там прилепит это что-то такое наверное закладка какая-то или что-то я не знаю что вот это такое по моему я думаю что закладка тоже тут есть вот такие две приколки очень ненужная деталь бижутерии потом такая штука вот эта штука вроде бы серебряная оказалась вот вот маркировок нет но в этом замочке там по моему что-то есть но я уже не смотрела значит потом вот одна такая серьга видите камешек красиво переливается камешек сердечком да и вот такая вот камешек и вот такая камешек такая серьга ну маркировки что это серебро я как бы не вижу да значит потом есть вот такое колечко не знаю из какого оно материала но обвито оно какой-то такой золотой золотой маленькой проволочкой код голубой код видите код конечно пластиковый и носится наверное на шнурке да ну вот так вот вот красивый бирюзовый цвет понравилась мне вот эта вещь я не знаю это наверное считается запонка ну видите тут такой характерный рисунок красивый да ну или в петличку в пиджаке или куда-то может быть вот так вот да я не знаю может быть так носится значит и на дне вот таких куча камешек я так понимаю что это камешки хрустальные потому что они очень красиво блестят может быть это кто-то разобрал я бы поняла что кто-то разобрал люстру ну понятно да две дырочки такие но мы же не можем с этим смириться они так красиво блестят вы не представляете буду думать что с ними делать есть маленький камешек такой на дне коробочки и больше ничего там нет в этой коробочке вытащить ничего нельзя в этой коробочке есть вот такое серебряное колечко да на маленький палец оно мне и я думаю что это граната ну или подделку под гранаты стоит штамп что это серебро да это я сложу в эту коробочку чтобы она такая осталась здесь в ней сейчас хочу потому что показать вам еще одну вещь мне надо место я пока все сложу чтобы тут не выкидывать и не убирать ничего значит тут в этом лоте осталось две вещи всего которые мне бы хотелось чтобы вы видели так лягушки лягушки положу сюда чтобы не побились вот это коробочка из-под часов вот такое колечко здесь есть видите с черной жемчужиной конечно жемчужина абсолютно натуральная понятно аж выскочила от счастья что натуральная вот такой листочек с листочками вы знаете мы бьемся ищем потом стоит вот проба да что-то там пробовать и еще там что-то сейчас я посмотрю ну сейчас секунду вот там просто написано сервер вот ну не знаю ну просто брошено то вот я смотрю, они такие страшные кольца иногда. Ну, это же общество продаёт. Там за 10 фунтов по одно кольцо. И люди бьются, душатся. Ну, я сама иногда так же делаю, да. А тут вот просто взяли два кольца. Чем вот это кольцо плохое? Я сейчас не помню, сколько это зло стоило. Не вспомню. Ну, не очень дорого. Не знаю. Вот что я нашла ещё. Я нашла вот это. Я вообще его не видела, когда покупала. Оно лежало на ней до коробки. Сверху лежала с этого бижутерия мелкая такая. И вот он такой, знаете, как оково, что ли. Тут что-то, какой-то рисунок. И вот так. Я так посмотрела, вроде бы ничего подозрительного такого нет. Думаю, похоже оно на серебро. Растёгиваем. Думаю, кто такой носит? Да. Ну, что-то в нём есть. Растёгиваем. Растегнула. Думаю, а что дальше делать? Оказывается, надо... вот расстегнула. Видите, тут вот тянешь, потянешь, вытянуть не можешь. Так раз. И вот так вот. Ничего сложного. Всё на шурупах, видите, на закрупанных. открываем и смотрим. Да-ля-ля-ля. Да? И получается, что оно 925-я проба. Плюс вот это вот не то эмаль, не то что-то такое, да, видите? Я, конечно же, его померила. Но я почему-то думаю, что может быть это кольцо не для девушки, может быть, это для юноши или мужчины, потому что как-то... Нет, безусловно, можно наносить и, знаете, там и военную форму. Вот, пожалуйста, видите? Я бы, допустим, подумала бы, что это мужское. его предложила сыну, но они у меня не носят по брякушке. Вообще никакие. Значит, буду носить сама. Ну, вы видите, да? Кому нравится, те пишите. Видите, он очень такой. Знаете как, браслетов много всяких. И у меня у самой браслета всяко-разных много. Ну, вот этот такой, я такого, может быть, не туда смотрела. Но, скажу честно, еще бы научиться его снимать. Так, стоп. Как там надо было? Еще я останусь в этом браслете. Он такой, видите, двойной замок. Он здесь и плюс здесь. И так. Знаете? Шлеп и шлеп. В общем, вот этот, еще раз говорю, вот этот вот, я люблю вот такие у них лоты непонятные. Они всегда меня радуют. Ну, или удивляют. Так что, вот так вот коробочку отложила, да? Потому что хочу показать. И вот отдельно я у них купила лот. Ну, это пришло все, конечно, вместе, да? доставка, по-моему, у меня обошлась 9 фунтов. Они раньше объединяли, сейчас не объединяют. Надо просить. Просить не хочу. Вот это было написано, что это серебро, да? Вот то, что цепочка серебра, это 100%, да? Там стоит проба. Сейчас я посмотрю. Стоит там маркировка производитель. я не помню, 925. На этой, по-моему, нет. Не стоит, если я не ошибаюсь. Только стоит сама проба просто. На цепочке. Вот на этом нет. И плюс это было, типа, заявлено, как коралл. Вот это. Ну, понятно, что это не может быть кораллом, потому что я за это заплатила, по-моему, там около 12 всего фунта. Это пластик. Да, я так думаю. Он по цвету отличается, да? Но проверить на серебро сам вот этот метальон я пока не могу. Жду жидкость в ту первый день. Как-то грубовато. Здесь что-то желтое какого-то бы, видите, потертости. Ну, ладно, будем ждать. я даже, ну, цепочка серебряная. Это, если не будет серебряная, ничего страшного. Не первый раз. Вот. Ну, вот так вот. А что, ну, сложила в кулечек, ладно, ну, извините, пусть лежит в кулечке что-то я... Не обращайте внимания. Мы люди больные неизведанной болезнью. Коронавирусом, то бишь. Поэтому это извините. Видно, как она действует на человека и на его психику нежную. Так что понятно, да? Ну, и у них купилась же я вот это отдельным лотом, вот это вот, да? Угу. У них же абсолютный пластик. Значит, у меня, не знаю, видно, уже болело. Купила такой, смотрите, пластик, пластику, глядишь, наборчик. Ну, очень плохо. Ну, в общем, вот так вот. Ну, писали янтарь балтийский. Так что теперь я обладательница балтийского янтаря. Значит, показываю. Купила я еще униже. Вот. Две вот этих вещи. Здесь такие бусы трехрядные. Видите, с таким замком. Все очень легкое, алюминиевое. Бусы, конечно, интересные, да? Вот такие. абсолютно пластиковые. И что тут написано? Сейчас вам скажу. Тут написано, наверное, но я по стилю вижу, кто это. Хонг-Конг. Кинг-Конг. Вот, пожалуйста. Ну, и вот так. Ну, эти бусы не были самой целью, да? Хотя, я думаю, если их одеть под какой-то наряд, там, или что-то, я думаю, что они тут хорошо смотреться будут. У них, видите, какие сделаны бусины? Приливаются так, золотом там. Ну, здесь вот эти красиво сделаны, эти. Формы разные. Такие смешные. А куплено это все было, вы же понимаете. Вот. Красота какая. обожаю эти бусы. Так, они трехрядные. Ну, тамочек вот такой, кстати, с этой стороны смотрите, какой красивенький. Ну, какой-то камешек здесь, видите, вставлен как-то неаккуратно. Но, это мы исправим. Хотя, я думаю, что вот эти мне тоже очень нравятся. Видите, вот, которые плоские, да? этот эффект. Как люди такой придумать могли? Господи, как у них это получилось. Мир бы потерял, если бы они этого не придумали. Мир бы потерял в красоте. Да. Сейчас хочу вам показать еще кое-что. Видео это будет длительное, но ничего. Такое затяжное. Это на сегодня последнее. Вот смотрите, какие бусы, вот эти я купила за последние вот недели, как только стала снимать, не пускать свои видео на канале. Вот эти. Еще там несколько есть, но просто я как-то вначале не отложила их и сложила, как был, вот так и отложила. Вот это, вот это. Это я, я же говорю, я всегда покупаю, если в лоте есть. Это я отложила просто уже, это в последних лотах, которые я покупала, бусины были. Я, когда делала обзор, показывала эти уже бусы, вот эти три. Всего вот эти первый раз я показываю, а вот эти я уже показывала. Но еще там очень много, просто они сейчас по ведеркам, так у меня сложены, лоты, вот как я покупаю, я складываю, надо разбирать. Но пока, видите, не получается. Все, мне что-то мешает перед Новым Годом. да, и хочу вам показать, знаете, что? Есть у меня вот такая вот коробка, сумасшедшая, да, и в ней вот смотрим, да, показываю. Это бусы мои старые, которые я покупала, ну, как сказать, старые, 10 летом каждый, у меня нахождение 10 лет, не производство, а именно у меня. Ну, вот это вы видели, да, я показывала тоже, я их сразу положила, я просто, я же говорю, я рылась, и нашла одну свою коробку, так частями как-то все нахожу, вот видите, вот это колье, да, а здесь нету камешка. Ну, будем что-то ставить, уже показываю. Видите, тоже таки обалденные. Ну, это немножко другой образец, у меня тоже есть такие. Теперь, показываю свои домашние, какие у меня есть, которые вот за 10 лет в Лондоне. Это немного, но я одно время покупала, потом успокоилась. Ну, вот это, как я купила, так они и есть, да, видеть, одни. Сейчас, я пока отложу, чтобы вы видели всю красоту вот этих бус. красиво смотрится, когда их кучно. Потом, смотрите, какой замок и какие бусы, да. замок сам, посмотрите, тоже как сделал. Видите? Вот, обалдеть. Вот такие внутрехлажины и вот так. вот здесь вот такие однорядные, поскромнее, которые, да. тоже такие бусы блестят, красиво. Складываются не хотят. Значит, вот такие ещё одни. Однарядные тоже, видите? представляете, вот если и ходить все. Не знаю, померю поток. Не хватает одного, но это более современные, мне кажется, или просто незанушенные, не знаю, да, занять. Это всё куплено здесь живя. тоже ещё одни. Видите? Тоже какой замочек. Как сделан? Ну, тут понятно. Я, знаете, я покупала и ничего не переделала. Во-первых, я их не одевала никогда, ни разу, ни одни. я всё жду, когда у нас будет хорошее солнце такое, знаете, хотя никогда здесь этого, наверное, не будет. Это тут большие, если вот и ходить в солнечную погоду. Видите, немножко что-то, там, наверное, проливочка, но они такие и были, да, не знаю, вот так вот. Давайте тогда их положим немножко дальше, их надо помыть, может быть, да, чтобы эффект не уходил нашей красоты. Потом вот такие двухрядные, видите, тоже, смотрите, какие великолепные. И замок. видите, вот эти вот багетные такие кристаллы, они тоже с эффектом АБ, да, вообще-таки редкость. Господи. Мне кажется, что это не могу. Всем нету. Мне кажется, что это более современные, да, но они у меня находятся, вот у меня уже 10 лет, да, ну, значит, они 10 лет, и такой замок, смотрите. Можно один замок носить, без ничего, без бус, а тут еще есть бусы, да, очень красиво, мне нравится. Так, смотрим дальше. Это еще не все, но это еще несколько комплектов, здесь, видите, нету, замка, но у нас это не смущает, вот, вот, у меня еще есть коробочка, где просто вот такие бусинки, я что-то хотела, наверное, делать еще давным-давно, и те из Чехословакии бусы. Теперь показываю вам вот эти, вот эти, видите, я не знаю, что это, да, они вот так вот и были, я так их и купила, но они такие длиннющие, смотрите, они еще, получается, к чему-то крепились, я могу к чему-угодно прикрепить, да, видите, к любой застежке, к любым бусам, которые трехрядные, допустим, двухрядные, да, просто подобрать по цвету бусин, по форме и по блеску, да, а вот эти более новые, видите, немножко по-другому бусины сделаны, а эти, допустим, куда-то, вот сюда, там, еще куда-то, но они тоже, они очень длинные все такие, все очень красиво, да, вот так, теперь хочу показать вам вот эти еще, да, а вот эти даже, видите, с кисточкой, тут видите, как это делано, вот такой вот, темно-синий, значит, что-то тут вот такое, колечко какое-то такое, потом так и вот так, ну, это я так покупала, да, я не знаю, ну, тоже вот это, вот эти, и из этих бус, да, самыми, которые нравятся, вот эти с эффектом, б, да, которые я купила, вот эти, вот здесь вот нету одного ряда, да, я не помню, было он или не было его, наверное, не было, потому что, если они лежат в этой коробке, потому что у меня есть такие бусы по отдельности, но видите они, что с ними, они как-то, вот, здесь почему-то нету этого ряда, а здесь вот этого, но это не я переделывала, ничего тут не написано, но крючок такой, вот видите, старинный, вот такие вот они, ну, они вообще, смотрите, во-первых, они удлиненные, да, такие овальные формы, очень красивые, я очень люблю эти бусы, сейчас, вот у продавца, у которого я вам рассказывала, где много покупаю, да, у него висят такие лоты, и я хотела купить два раза, и два раза не смогла, не смогла не потому, что цену заниженную поставила, один раз я прозевала, а второй раз, нет, первый раз я поставила цену, и поставила ниже, ну, как бы, они были 20, я поставила 40, и я не смогла выиграть, но их было там, вот таких вот бустер из штук, всяко разных, но я там особенно не рассматривала, но я точно знаю, что они там были, да, потом здесь же, в этой коробочке, у меня лежат вот такое что-то, такие сережечки маленькие, с какими-то камешками, да, значит, вот такие, сюда, клипсы, да, видите, сюда, наверное, что-то шло, вот, странно, почему у меня лежит вот так вот, я сейчас не помню, но, наверное, так мне что-то досталось, видите, сюда должно что-то идти, вот, лежала здесь, значит, что-то думала, и потом вот такие, ага, вот такие клипсы, смотрите, какие красивые, как три ягодки, большие такие, камни, да, и главное, камни целы, а вот этой штуки нету, вот, ну, это мы найдем, может быть, не такую, но, что-то наподобие, даже для себя, кто там будет смотреть, да, вот это, и, я помню точно, что, у меня вот, видите, какое еще колье есть, оно тоже не одно, но здесь их почему-то только два, значит, вот эти колье, видите, вот, тоже, оно двойное, видите, с эффектом этим, а, б, с этой стороны, камни, вот, как я люблю, с этой стороны, они даже, ко мне, вот, когда я так смотрю, мне нравится больше, Как они красиво переливаются. Сразу вспоминаю о папиной запомнике. Они же вот так вот, но этой стороной такой. Пирамидка идут вверх. Так что еще вот такой у меня есть колье. Одно такое двухстороннее и одно вот такое. Но вот это совсем старенькое. Я знаю, что оно старенькое. Видите, крючочек. Здесь это все было так. Это не я безобразничала. Я бы себе не позволила вот эти бусы разобрать. Но видите, у них немножко потертости. Но оно подходит к этому. Видите. Оно тоже крапаны. Крапаны держат или крапаны, крапаны, крапаны. Вот видите. Но серки, мне кажется, поновее, чем вот эти вот колье, допустим. Но это оно коротенькое, да, и тут не хватает вот что-то. Вот видите. Беда такая с ним случилась. Я бы его, конечно, могла бы одеть как браслет, да. Вот так вот. Потом поделать. Но это будет цепляться. Будет не очень. И это желтое, а это белое. У меня еще есть такие. Ну, только вот не могу найти. Вот это я показала свою коробушку, да. И вот это. И одно из них единственное. Вот такое. мне попалось совсем недавно. И вот у своего любимого продавца я не могу купить. Что-то мне все время мешает. Знаете, видно, как-то не получается. Видно, я что-то там пропускаю мимо. Потому что, видно, нельзя жадничать. Знаете, а то набрала, спрятала в коробочку и сидит, как царь-кащина, золотом чахнет. А люди бы, может быть, кто купит, будут носить. Но там такие они великолепные. Тут они все вот такие. И они разной длины, разной сортности. И плюс они нити не по одной, а по две, по три. Ну, в общем-то, я как-нибудь попробую потом узнаете, что сделать. Все их почистить. Так слегка. Найти еще все свои остальные. И вот одеть их все. Вот так вот мишки. Сейчас я покажу вам, как я хочу сделать. Такой вот царап. Замок, да? Какие-то наикрасивающие вещи. Может быть, кому-то не нравится. Знаете, как. Мне кажется, такие вещи, их можно носить, можно не носить. Но сказать, что они некрасивые, мне кажется, нельзя. Это нужно любить, наблюдить. Конечно, мне кажется, когда ты их одеваешь вот таким вот, если они попадут где-то под воду, то вот идешь, и легкий дождь, сон, и такой переборный дождь усеется. Не дай бог, тебя отвезешь, и тебя полил этот, знаете, поливальная машина. Мне кажется, что они будут ухудшить разорвавшуюся бомбу вообще. Вот такие я вам показала, что вот эти бусы я беру всегда. Ну, во всяком случае, стараюсь, знаете. А, и сюда же положила вот это колечко, видите, недавно мною просмотрено. Вот, мне тоже надо вот сюда, вот, вот, по нашему, ладно, по нашему делать нечего. Пусть блестит на пальце. Ну вот, убираем. Нет, не убираем, наставка. Следующая идея, такая заставка. Пусть и малая, да? Камень, камень. Камень, я золотые. Ну, вот, я увлеклась. Извините меня за то, что я, может быть, затянула видео. Красиво смотрится, да, мне нравится? Хорошо. И такая гагушонка в коробчонке заскрепчена. Коробочка моя. Ну и все, это видео хочу закончить, да. Значит, стереться в следующем видео, наверное, сделаю ей, через несколько минут, да, потому что потом спрячу свои бусы и буду опять чахнуть над ними. Ну вот, и застежки, видите, какие-то, и все абсолютно разные. Ну, до встречи в следующем видео. Заходите на мой канал и смотрите на мои красоты, которые сама найти в своем доме не могу. Господи, боже мой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова